Привет, друзья! Решил поотвечать на запросы граждан на тему судебной медицины. Есть такое неприятное явление, как смерть близкого человека. Это может быть папа-мама, брат-сестра, ребенок. И очень часто к нам обращаются граждане, которые находятся в состоянии растерянности и говорят, нам нужна независимая судебно-медицинская экспертиза. Мы хотим пригласить независимого судмин-эксперта на вскрытие. Неприятная, конечно же, тема, но хотелось бы один раз хотя бы ответить в видеоформате с тем, чтобы как-то немножко вас продвинуть, просветить, помочь. Смотрите, мы не являемся госучреждением, ни Федерацией судебных экспертов, ни наша дочерняя организация Центра медицинских экспертиз не носит форму, не ходит с троевым шагом и не работает в системе МВД либо Минздрава. Соответственно, у нас есть своя специфика. Вот. Специфика такова. Если у вас криминальный случай, если у вас есть возбужденное уголовное дело, либо материалы дела находятся, вернее, находятся в стадии проверки до возбуждения уголовного дела, то для участия нашего судмедэксперта в процедуре вскрытия в морге нам, или вернее вам, требуется, чтобы следователь дал на это официальное согласие. В устной форме, в письменной форме нам, по большому счету, без разницы. Согласие должно быть, то есть, чтобы наш судмедэксперт стоял буквально рядом с назначенным врачом, то есть, из вашего бюро судмедэкспертиза, буквально стоял у него за спиной и принимал непосредственное участие в процедуре вскрытия. Вот. Как вы понимаете, если такого согласия нет, нас никто в морг не пустит, и мы не сможем принять участие в данной процедуре, в данной неприятной процедуре. Дальше. Если случай не криминальный, то есть, никаких уголовных дел не возбуждено, есть большое сомнение, что кто-либо нас на территорию морга, в помещение морга впустит. То есть, представьте, что человеку 70 лет, человек умирает, но все равно детям, родственникам не нравится то, что человек умер так рано. Ну, по их мнению, так рано. Люди умирают в гораздо более раннем возрасте. Соответственно, есть шанс, что нашего судмедэксперта помещение морга не пустит. Поэтому есть такой шанс, что вы потратите деньги зазря. Но, если все-таки заниматься активно вашим мероприятием, если кроме эксперта приглашать, привлекать адвоката, а это обязательная составная часть нашей с вами работы, то через адвоката у вас есть шанс допустить на территорию морга нашего независимого судмедэксперта. Я это объясняю, рассказываю достаточно в удобоваримой форме. Я не мельтешу с тем, чтобы вы немножко успевали усваивать материал. Какой бы он, казалось бы, примитивный, не был. Что касательно уголовного дела, тут вроде все понятно. Есть разрешение следователя – участвуй. Нет разрешения следователя – не участвуй. Но и в первом варианте, и во втором варианте, то есть в рамках уголовного дела участие адвоката все-таки желательно. Потому что мы, экспертное учреждение, мы жалобы на вот это поведение следователя не имеем права оформлять. Вернее, можем оформлять. Но тогда, когда нарушаются наши права, наши права тут никто, грубо говоря, не нарушил. Нарушены, ну, отчасти могут быть нарушены права родственников, которых ограничили праве участия в процедуре вскрытия, в независимой защите ваших интересов. В этом случае, да, у вас есть право нанять адвоката и бомбить, оформлять жалобы, писать жалобы на противодействие, так сказать, на поведение следователя, который по той или иной причине решил не допустить независимых экспертов, к процедуре вскрытия. Дальше, что касаемо договорного освидетельствования, договорного участия нашего судмедэксперта в процедуре вскрытия в морге. Друзья мои, вот представьте на одну секунду о том, что уголовного дела нет. Тело человека умершего, преждевременно погибшего, преждевременно умершего находится в морге, то есть находится под юрисдикцией Министерства здравоохранения, под юрисдикцией какой-нибудь клиники, да, где находится труп человека. Скажите, пожалуйста, с какого перепуга я, как родственник этого человека, могу прийти, взять с собой каких-то адвокатов, юристов, юристов, судмедэкспертов, наших судмедэкспертов, с какого перепугу я, допустим, директор какого-нибудь в ГУПа, какой-нибудь в государственной клинике, должен впускать на территорию морга, ну, условно говоря, самозванцев, да, вы родственники этого ранее живого здравствующего человека, да, у вас есть какие-то адвокаты, юристы, да, у вас там есть какие-то независимые эксперты, с какого перепуга я, как представитель в ГУП, МУП, центра медицинского центра, какой-нибудь хирургии, какой-нибудь другого направления медицинского учреждения, почему я должен так вот легко и просто допускать вас, родственников, дорогих, любимых и ваших сопровождающих лиц, как бы вы ни назывались, адвокатов, юристов, на территории моего учреждения. Как мы понимаем, право присутствовать на территории морга, на территории в ГУПа, ни у адвоката, ни у юриста, ни у родственника нету без прямого согласия на то руководителя медицинского учреждения. Я специально, медленно объясняю ситуацию, с которой мы работаем. То есть, пока у вас не будет письменного, устного распоряжения, приказа директора в ГУПа и новомедицинского учреждения, на территории которого находится морг, вот, на территорию морга нас никто не впустит. Поэтому, друзья мои, если у вас вот такая ситуация, казалось бы, не криминальная, если директор поликлиники, больницы, клиники, там, любой подведомственности дает нам хотя бы устное согласие на участие в процедуре вскрытия, как говорится, прекрасно. Мы рады направить нашего негосударственного эксперта из Центра медицинских экспертиз, то есть, у нас таких экспертов несколько, на участие в процедуре вскрытия. Вот, поэтому, друзья мои, будет разрешение следователя, участвуем. Будет разрешение директора в ГУПа, то есть, директора медицинского центра, участвуем во вскрытии. Не будет разрешения, ни устного, ни письменного, в такой процедуре мы не участвуем. Что касаемо стоимости, да, такая процедура платная, да, она также актируется, да, в результате этой процедуры вы также можете заказать не просто акт осмотра, да, акт вскрытия, а полноценную судмедэкспертизу. Дальше, лицензия на право проведения всех видов судмедэкспертиз висит на нашем сайте, сайт называется medexp.ru, в комментариях можете, кто не расслышал, можете написать, как называется ваш сайт. Вот, мы обязательно ответим. По стоимости смысла сообщать стоимость нету, потому что сейчас конец 24-го года, в следующем году цены поменяются, через 5 лет еще больше поменяются, я надеюсь, что не сильно. Вот, эксперты высочайшего класса у нас в штате работают, штат экспертов всегда расширяется, всегда происходят ротации, кто-то увольняется, кто-то приходит, кто-то замуж уходит, кто-то беременет, то есть, всякое бывает, поэтому каждый раз структура, штатный состав экспертов меняется. Все. Выезжаем по Москве, по Московской области, если у вас печалька, и вы где-то за Уралом, вылетаем за Урал, недавно у нас эксперт вылетал во Владивосток, там проблема есть определенная, нету ни государственных центров, медицинских экспертиз, соответственно, мы вылетаем в любые регионы. Ну, сами понимаем, что смерть, жизнь человека дорогого стоит, и когда надо разобраться в причинах смерти, приходится вызывать эксперта из Москвы. Вот такая ситуация. Дальше. Все наши протоколы, акты осмотра, все наши заключения следователь может получить, а может не получить, если он об этом нас не попросит. По крайней мере, вы как заказчик наше заключение, естественно, получите на руки в бумажной форме. Можно и в электронной, но обычно в бумажной. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Все дополнительные вопросы оставляйте под этим видео. Тема доклада немножко печальная, немножко грустная, но все мы смертные. До свидания, друзья. До новых встреч.